Зал Олимпийской славы. Сегодня здесь собрались финалисты и победители областного литературного конкурса «Олимпийская сказка. Белые вежи». Самые смелые фантазии и сложные сюжетные линии. Каждый из 170 авторов творческого состязания проявил настоящий писательский талант. Я написал рассказ о персонаже, который поверил в себя и смог снова получать свои награды и побеждать, выигрывать. Эта сказка говорит о том, что если у тебя есть сила духа, то ты можешь победить. И не нужны тебе никакие волшебные силы. Мы хотели выбрать какое-нибудь неординарное животное, про которого мало кто будет писать. Например, лось. И мы назвали его Хова. Просто пришло на ум сестре моей подруги. Так как тема была здоровый образ жизни и занятия спортом. А я бывшая спортсменка. И мы писали про... про это и написали. Героями олимпийских сказок стали животные и птицы, обитатели Беловежской пущи. Главному символу природного наследия авторы добавили спортивную составляющую. Конкурс получился интересным. Это довольно интересно. И я могу проявить свою креативность. И мне очень понравилось работать. Потому что постоянно новые идеи, что-то придумаешь. И это очень... мне очень понравилось. Это очень вдохновляет и мотивирует. 23 участника конкурса стали финалистами. Работы молодых сказочников войдут в сборник, который будет издан в представительстве. Но на этом взаимоотношения авторов со спортом и олимпийским движением не завершаются. Мне бы хотелось, чтобы вы использовали эту возможность. Возможно, этот миг, который сегодня пройдет, ну, в нашем мероприятии, как миг, пусть оставит какой-то свет в вашем сердце. Но у нас есть такое выражение в спорте, которое мы часто употребляем. Пусть зажжется огонь, олимпийский огонь в вашем сердце. Есть среди участников конкурса и юные спортсмены. Свои таланты молодые атлеты сумели проявить не только в спорте, но и на литературном поприще. Я очень рада, что такое проводится. И что молодежь в этом всем замешанная. Я считаю, что нужно пробовать. Независимо от того, хорош ты в этом или нехорош, я думаю, что со временем придет опыт и в любом случае чего-то можно добиться. Награды победителям и финалистам вручили брестские спортсмены-олимпийцы. В своих работах победители рассказали, как вернуть бобренку силу спортивного духа и мотивировать крота на победу. Затронули важные вопросы взаимовыручки и уважения к соперникам. Планшеты и дипломы за свои творческие способности получили Юлия Жмурко из Ляховичей, Анастасия Рассохина из Березы и уроженец Пружан Андрей Зубко. Писать было достаточно трудно, долго писал, думал над персонажами. Когда сообщили, был очень рад, вскочил от радости. А когда сказали, что планшет еще получил, я был очень удивлен, думаю, за рассказ такое можно получить. Знала очень неожиданно и сначала растерялась. Я не ожидала, честно, что мою работу оценят и что она действительно понравится. Но мне безумно приятно и, конечно же, я очень рада. Завершилось торжественное награждение общением со спортсменами и автограф в сессии. Для участников конкурса это хорошая мотивация – ставить перед собой цели и не останавливаться на достигнутом. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.